Слушайте, сегодня очень яркие участники. Меня, конечно, поразило разнообразие общественных организаций, которые здесь представлены. Добровольцы, этнические организации, организации в сфере культуры, организации в сфере спорта, просто какое-то созвездие НКО. Здесь очень разные, очень яркие люди из огромного количества разных регионов. Очень хорошая аудитория, отзывчивая, которая готова задавать вопросы, при этом подготовленная аудитория, потому что вопросы, которые звучали из зала, были действительно профессиональными, и было понятно, что люди, понимая эту проблематику, задают конкретные и точные вопросы. Здесь, как мне показалось, больше возможностей поговорить. Для нас это очень важно, потому что обмен хорошими практиками – это здорово, это наше все. Потому что это обмен, обмен живой. То есть люди уже не только с теорией, больше с практического как бы применения, да? То есть для меня именно было как практикой. Эксперты из других сфер, они прям в лоб говорят, что, ребята, нужно думать как в бизнесе. НКО – это тоже своего рода социальный бизнес. Вы несете какой-то проект, продукт в массы, и нужно работать профессионально. НКО – это было про трансформацию для меня сегодня. И я шел как раз с намерением поменять немножко ментальность и помочь социальным предпринимателям по-другому, в то же смысле свои проекты, свои ценности, свою миссию, и то социальные изменения, которые они несут в мир, и то, как они это упаковывают. Здесь, мне кажется, в такой концентрированной форме есть возможность получить такой очень большой класс профессиональных знаний, как такой вот веер перед тобой выходит. Мне понравилась программа. Там затронуты довольно серьезные аспекты развития НКО и какой-то стратегической развитии, как работать с командой. Очень много структурировало в голове. Вроде бы я это все знала, но преподаватели донесли это так, что думая, что, боже мой, как я мог этого не знать и не делать. Для нас, как для крупной организации, важно, чтобы появлялись те профессионалы в области НКО, которые будут нам, в том числе, опорой и поддержкой. Мне показалось, что нынешний университет, это, может быть, и многие те же люди, и некоторые новые люди, у них появилось больше самодостаточной самоценности. Это реально люди увеличенной гражданской ответственности и увеличенной самоценности. Ощущение роста гражданской степени, мне кажется, очень мощное, реально. Это ребята, которые либо уже являются лидерами, либо через какое-то время станут этими лидерами, наберутся вот этого веса, за ними пойдут другие люди. На самом деле каждый участник – это лидер стальных изменений, потому что это реально лидеры. У людей нет ощущения, что им кто-то что-то должен. Они сами готовы менять, и они сами готовы быть все ответственны за это. Я уверена, что на этой площадке, в этой аудитории достаточно таких людей, которые могут менять мир вокруг себя, и которые готовы решительно действовать.